Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием My Summer Car. И сегодня мы с вами посмотрим на модификацию, которая добавляет доски в игру. Да, вы не ослышались, модификация действительно добавляет именно доски, и они достаточно полезны. Кажется, что зачем нужны доски в игре, но польза от них есть. И да, где их, сначала давайте разберем, можно обнаружить. Рядом с промышленной зоной, вот этой вот, находится небольшой сарайчик. И внутри мы как раз-то сможем с вами найти две доски. Вот так они выглядят, достаточно длинные, можно их без проблем взять и расположить, как вам будет удобно. Итак, для чего же использовать, собственно, эти доски? Во-первых, самая важная их, наверное, функция, они помогут вам заехать на машине в прицеп от трактора. Соответственно, вы без проблем... Так, я кажется... Где доска? Хотел сказать, я, кажется, потерял доску, но она, кажется, у меня в голове застряла или что-то вроде того. Да, не очень удобно, конечно, вот такие вот объекты большие перетаскивать. По тени мы сможем сориентироваться. В общем, доски помогут вам заехать на вашем автомобиле, или, возможно, даже на другом каком-то транспорте заехать в прицеп, например, погрузить технику и таким образом перевозить транспорт на тракторе, не цепляя на трос при этом. Сейчас мы проверим, так ли это просто сделать. Давайте попробуем положить палку в инвентарь. Посмотрим, сработает это или нет. Да, сработало. Тогда загрузимся этими палками. Но для того, чтобы заехать на машине по этим палкам на прицеп, в прицеп погрузиться, они должны быть тяжелыми, потому что, естественно, если это легкие объекты, они могут разъехаться в разные стороны, и получится не очень здорово. Так, забираем мы эти палки. Можно, кстати, потом попробовать на сарай заехать, как с трамплиничкой сигануть. Но давайте сначала все-таки проэкспериментируем именно с погрузкой на прицеп. Так, мы телепортируемся домой. Правда, я не знаю, где у нас находятся прицепы, трактор. Так, давайте телепортируемся к трактору именно. Трактор у нас находится в лопе у механика. Мы, пожалуй, вот так его возьмем. И я вспомнил, где находится прицеп. Сейчас вместе с ним прилетим к прицепу. Не буду я уже его телепортировать. Мало ли он куда-нибудь провалится или улетит, чтобы перестраховаться. Судя по всему, в прицепе немного бревен осталось. Так, ну ладно, будем на это внимание обращать. Итак, давайте развернем вот так вот аккуратненько прицеп. Надо его сначала подцепить, наверное, все-таки. Вырубаем плагин. Приземляемся. И потом попробуем тетпшнуть нашу сатсуму. И заехать в прицеп. Чтобы у нас был какой-то упор, все же нужно подцепить, мне кажется, прицеп. Хотя, с другой стороны, когда он на пеньке вот так вот стоит, его трудно сдвинуть. Можно попробовать сначала загрузить сатсуму. Ладно, давайте тогда я заведу трактор, не буду глушиться. Поставлю ручник. И действительно попробуем сперва. Во-первых, открываем заднюю дверцу. Во-вторых, высвобождаем наши деревянные планки. Так, и теперь аккуратненько, вот таким вот образом располагаем их. Еще их дополнительно нужно будет подровнять. Все-таки здесь зависимость от ширины. Так, ну пока что давайте расположим как-нибудь... Вот так вот, что ли, наверное, нет. Еще назад надо отодвинуть. Но, в принципе, если эти доски будут уверенно держаться, то без проблем мы заедем. Если они будут сползать как-то, смещаться в разные стороны, тогда проблемы возникнуть могут. Так, ну что ж, вроде как нормально смотреть. Вопрос только в том, как их без инвентаря перемещать. Куда их складывать вообще? Но потом с этим разберемся. Все, давайте теперь отойдем на безопасное расстояние, чтобы машина заспавнилась где-нибудь на дороге, например. Так, и телепортируем тачку с отцом Атуми. Отлично, прямо передо мной она портнулась. Так, ну и надо чуть пошире все-таки сделать. Смещаем, наверное, вот так вот. Сейчас подъедем вплотную, и тогда мы сможем уже окончательно измерить ширину необходимую для заезда. Так, завариваемся в тачку. Я надеюсь, там с аккумулятором все в порядке, она заведется. Тихонечко подъезжаем и тормозим. Нейтралку втыкаем, ручник пока не буду включать. Так, смотрим. В принципе, уже нормально, наверное, да? Нет, все-таки не совсем. Надо, наверное, либо развернуть машину, либо подвинуть эту доску. Вот так вот, чуть-чуть буквально. Получится криво в итоге. Кривой заезд. Ну, ладно, размонсуем как-нибудь в конце. Давайте все-таки попробуем. Прямо так. Мне кажется, нормально будет. Так, заваливаемся обратно в тачку. Присаживаемся. Сейчас отдадим газку. И нормально заедем. Смотрите. Оп! Так, ну, во-первых, как мы видим, все-таки... Во-первых, я назад теперь сдать не смогу. Ладно, втыкаем нейтралку. Вытолкнем так руками машину. Во-первых, все-таки смещаются палки. Как вы видите, левая упала, правая сместилась. Так, окей, давайте врубим, наверное, плагин даже. Переместим наш автомобиль аккуратненько вот сюда вот. И сейчас подровняем прям ровненько, хорошо сделаем. Во-первых, машину поставим ровно. Ну, не идеально, конечно, ровно в итоге получится. В любом случае. Но, тем не менее... Твою мать. Ой, я, кстати, выгрузил. Выгрузил бревна замечательно, конечно, но они нам мешают, честно говоря. Гребаный прицеп. Лучше бы я не пользовался этим плагином, на самом деле. Так, доски мы смещаем сюда. С пенеком прицеп невозможно практически переместить. Как вы видите, он сам двигается в разные стороны. Можно за пенек вот так вот ровнять. Ну-ка, попробуем сюда вот возле дерева. Нет, он просто улетает в изначальную точку. В итоге сам автоматически. Смотрите, переворачивается. Мы можем только в нужную сторону его направить. Так, ну ладно. Насрать на... Насрать на бревна. Они нам не помеха. Так, теперь... Я надеюсь, ничего не вылетело, кроме крыла. Вроде все нормально, двигатель не работает. Так, теперь мы берем опять доски. Похоже, это надолго. Твою мать! Давайте попробуем взять небольшой разгон. Совсем чуть-чуть. Так, вроде нормально. Должны заехать. Оп! Твою мать! Ну, они расползаются в разные стороны. Так что это не так просто, как на первый взгляд казалось. Мы можем, конечно, с помощью плагина закрепить эти доски, но тогда какие преимущества они имеют, тогда в таком случае я могу абсолютно любой объект закрепить. Ладно, еще одна попытка. Давайте попробуем все-таки подцепить, в первую очередь, прицеп. Обязательно нужно матернуться. Иначе никак. И сдадим назад. Прямо к нашему автомобилю парканемся. Так будет лучше. Так, втыкаем нейтралку, ставим ручник. Но проблема в том, что трактор даже на ручнике нейтралки немножко будет смещаться. Пока что вроде как стоит нормально. И начинает дрыгаться прицеп. И вести себя как-то своеобразно. Так, ладно, давайте все-таки попробуем. Размещаем наши балки. Ну, они смещаются. Балки, смотрите. Из-за вибраций, да, они теперь смещаются. И, скорее всего, опять же ничего не получится. А убрать эти вибрации достаточно трудно. Если заглушиться, вибрация не пропадает. Так что, похоже, мы все-таки не сможем нормально забраться. Вот, начинается. Да, они просто будут расползаться в разные стороны. Ладно. Отцепка. Все, дергания прекратились. Теперь давайте размещать наши блески. Как-то вот так, наверное. Машину придется немного отогнать. Давайте воспользуемся плагином, наверное. Чуть-чуть, буквально. Вот так отгоним машину. Вырубаем плагин. И теперь давайте ровнять. Сейчас все получится, друзья. Главное, уверенный старт. Быстрый разгон. И все будет замечательно. Прям под колеса чуть ли не засуну эти доски. Так, еще есть у нас длина. Вот так вот. Одна доска. Вот так вторая. Снова немножко кривовато. Можем слегка подровнять. Вот так вот. Чуть-чуть. Нормально. Должен вроде как заехать. Вот это немножко левее. Как вы думаете? Получится ли на этот раз? Делайте ставки, дамы и господа, как говорится. А я сейчас попробую залететь. Лучше уже не сделать. Так, ручник снят. Первая передача. Стартуем. И с легкостью заезжаем. Да, если хорошо расположить эти палки. Так, вырубаем. И выскакиваем из машины. Правда, я теперь выскочить из тачки не смогу. О, нормально вот здесь. Да, смещаются. Во всяком случае, смещаются доски. Но заехать возможно. Мы сейчас вместе доказали это. Нормально. Смотрите, погрузились в прицеп. Теперь можно закрывать, цеплять его и куда-то перевозить нашу сатсуму. Забавные следы, кстати, остались. Просто левитирует. Какая-то мистика. Так, ну что ж, давайте возьмем доски и теперь попробуем трамплинчик организовать через тот самый сарай. Итак, Федор побудет в роли ассистента. Как всегда, я сначала через него хотел сигануть, но все-таки решил через сарай попробовать. Более крутой заезд будет. Так, ну что ж, заводимся. Давайте посмотрим, что у нас получится. И получится что-нибудь вообще. Безопасность прежде всего. Мне кажется, не получится. Слишком большой подъем. Так, ну погнали. Первая передача. И... Оп! Я просто сбиваю эти доски. Ну да, слишком крутой подъем. Слишком крутой. Вот через Федора я, похоже, смогу. Так, даже ручник поставлю. Вот через Федора я, похоже, смогу. Сигануть. Давайте напоследок все-таки попробуем. Если его перевернуть, наверное, получится. Это, конечно, то еще занятие. Измерять постоянно ширину. Много времени требуется. Так что не уверен, что все хотят... Захотят заморачиваться. Так, ну что ж, пристегиваемся. Снова ручник. И давайте попробуем. Разгон я большой не буду брать. Наверное, и так сойдет. Так. Идеально. И никто не пострадал при этом. И балки, кстати, на месте остались. Они чуть-чуть слегка разъехались. В целом, с ними все в порядке. Они не упали. Не перевернулись. И так далее. Так что тяжесть они достаточно большую имеют. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!